Сегодня я хотела поговорить о такой явлении, как фантазия нарцисса. На примере одного нарцисса его признание нашла на нарциссовой, где они обсуждают свои фантазии. Это перевод с английского языка на русский. Фантазия о власти. Кто-нибудь еще хотел бы поставить песню и представить себя полубогом или полубогоподобной фигурой, которая внезапно обретает абсолютную власть с помощью сверхспособности и магических артефактов. То есть вот это, как я говорила, они себя воображают волшебником. Именно поэтому для них так тяжело потеря контроля. То есть если я потерял, ну естественно контроль, им нужно для создания благоприятной среды, безопасной благоприятной среды, потому что нарцисс чувствует себя, он невротик. И на невротическом уровне он постоянно в детстве подвергался зависимости от тиранистических родителей. Особенно такие нарциссы, которых в детстве били. Поэтому они сформировали такую невротическую потребность все контролировать. И находить людей, которых они могут контролировать. Которые не будут вызывать в них опять-таки страх и беспомощность, которую они пережили в детстве. Но мне кажется, все-таки в основная потребность нарциссов во власти, это то, что они себя в детстве вообразили неким волшебником. То есть помните, я вам рассказывала сказку про Золушку, что к Золушке пришла фея. Да, сначала пришла фея, начала в ее фантазиях решать все ее вопросы, удовлетворять все их потребности. И Золушка на фею перенесла образ матери, потому что у Золушки матери не было. А отец ее не защищал. Мачеха была злая и вредная. Сестры тоже вредные. И вот она придумала себе мать. И с возрастом она уже стала становиться так же, как и фея. Раз у меня мама фея, значит и я тоже фея. И вот это вот я волшебник. И все должно происходить так, как хочу я. Потому что я волшебник, я бог. А если не происходит так, как хочу я, то это все, значит я не бог. Вот. У него, значит, есть сверхспособности и магические артефакты. Моя загадочная мудрость. Вот смотрите, загадочная мудрость. В чем загадочность? Нарциссы, почему такие все, у них неопределенность, они ведут себя очень странно, путают следы. Почему, с чем это связано? Вот нарцисс Денис объясняет это тем, что мы абсолютно все, что происходит, скрываем. То есть ложь нам нужна не для того, чтобы кого-то обмануть, а для того, чтобы скрыть себя, свои истинные чувства, свои истинные намерения, свои истинные желания. То есть все скрывается. То есть я загадочный. То есть мир не должен увидеть меня таким, какой я есть. То есть я запеленной вот этой маской. То есть маска меня скрывает, чтобы никто не увидел, кто я на самом деле. Моя загадочная мудрость, которая намного опережает мое время. Помните, Сэм Вагнин тоже говорил, я следующий этап эволюции. Это вы тут застряли, ретрограды какие-то, не понимаете, где живете. А я будущее, я следующий этап эволюции. В сочетании со всемогуществом и иммунитетом к ответственности. То есть я хочу все контролировать, но не нести ни за что ответственности. Позволило бы мне занять свое законное место в качестве Бога Императора или Мессии Империи, которая покоряет мир и превращает его в утопию с единым миром. После того, как я умру, меня будут почитать, и через тысячу лет человеческая цивилизация будет благодарить меня за то, что я наставил их на правильный путь. Какое обычно у нарциссов правильный путь? У них очень часто бывают очень нацистские идеи, то есть превосходство какой-то расы или превосходство какой-то нации над другими. Обычно это нации, к которой принадлежит нарцисс. То есть это такой расширенный нарциссизм. Нацизм – это расширенный нарциссизм. И тут я вспомнила тоже Пушкина. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастет, народная тропа вознесся. Он там та-та-та-та-та и так далее. Но Пушкин-то я понимаю, за что. Там тоже, говорят, были какие-то нарциссические. То, что он Онегина описал. Онегин – это типичный нарцисс. Там вопрос, конечно. Вопрос-вопрос. Но, говорят, есть утверждения. Там нет каких-то четких доказательств, как, например, у Есенина или у Лермонтова. Там уже однозначно нарциссизм. С Пушкина все трудно. Так, люди будут удивляться, как застенчивый и заглотый мальчик на самом деле имел внутри себя такого мудрого и доброго Бога, который все это время ждал, чтобы его выпустили в мир. И все, что ему нужно, – это сила, чтобы сделать это. Скорее всего, я скрытый нарцисс. Да, они очень часто, скрытые нарциссы, они с виду очень застенчивые и замкнутые такие мальчики. Вспоминаем, помните фильм и драму Островского «Беспреданница»? Там был вот такой Карандышев. С виду застенчивый мужичонка, а внутри скрытый нарцисс. Вот они гораздо опаснее. Вот он вроде с виду застенчивый, такой замкнутый, такой вроде бы ни на что не претендующий. А на самом деле там самый внутри самый монстр. Он сидит и думает, это я вам еще покажу. Вот я вот сейчас как выйду, сженюсь на Ларисе и всем вам покажу, кто я такой. Я вам еще всем отомщу. Внутри в нем живет самый настоящий мстительный монстр. И они мстят абсолютно неадекватно. И знаете, чем это дело закончилось? Причем они гораздо более жестокие, чем грандиозный нарцисс. Вот этот Паратов, он был грандиозный нарцисс, но он, блин, девочку отымел и выкинул. Да, демонстративно, на публику это сделал. Естественно, чтобы все это об этом узнали. А карандашев убил. То есть они более опасные. И еще я хотела вам перевести кое-что. Этот комментарий я нашла у Дениса в комментариях. Это одна девушка, я давно за ней наблюдаю. У нее spiritual cat, по-моему, да, духовная кошка. Вот. Она описывает, что многие люди не понимают в нарциссизме, включая многих нарциссов. Так как это того, что мы люди, которые... Так это-то... Включая многих нарциссов, нарциссы даже не то, что люди, а даже сами нарциссы не понимают, в чем смысл манипуляции. Если я манипулирую вами, то это для того, чтобы манипулировать собой. Потому что я не могу воздействовать на себя изнутри. Я могу воздействовать на себя, только воздействуя на вас, чтобы вы воздействовали в свою очередь на меня. То есть это называется проективная идентификация. Вот что конкретно она имела в виду, вот это очень хорошо. Хорошо бы она привела бы какой-то пример. Но я попытаюсь объяснить, что она имела в виду. Скорее всего, здесь имеется в виду проективная идентификация какого рода. Например, нарцисс встречает партнера, немного похожего на его родителя. Как известно, нарциссу нужно два вида партнера. Либо идеальный партнер, образ идеального партнера, либо партнер, который похож на его родителя. И если партнер не ведет себя как родитель, он его заставляет. Например, если мать была отвергающая, а нарцисс встретил, наоборот, любящего партнера, то тогда нарцисс, чтобы воссоздать детскую травму, может специально терроризировать партнера с тем, чтобы он был отвергающим. Например, сделать какую-то гадость. Такую, что вот прям вот, знаете, что прям вот ду захватило. И тогда партнер становится отвергающий. Ну вот он скажет, ну вот она мать родна. Таким образом, он погружается в ситуацию детства, в детскую травму и начинает решать какие-то внутренние вопросы, пытается ее воссоздать, пережить и как-то что-то даже, может быть, что-то изменить. И когда вы уже стали такой похожей на его мать, например, отвергающей, то он начинает вас спасать. Потому что вообще у нарциссов есть такая идея. Вообще у всех людей, у нарциссов, пограничников и даже нарциссов на невротическом уровне, у которых есть, была травма, да, с родителем отвергающим, у них есть такая идея спасения родителя. То есть я найду человека, похожего на его родителя и начну попытаться его спасти, да, чтобы у меня вот, наконец, был, вроде бы, как бы, похожий на родителя партнер, но такой, которого можно спасти, чтобы, наконец, у меня был любящий родитель, да, вот я его с помощью потом буду спасать, именно поэтому может быть и связаны вот это вот циклы обесценивания и опять любовные в бордировке обесценивания, любовные в бордировке, чтобы воссоздать вот этот вот цикл я тебя травмирую, а потом начинаю спасать, я тебя как бы разрушаю, а потом начинаю спасать. Это какая-то такая вот некая игра, и таким образом нарцисс вот как бы получает, да, родителя, но уже модифицированного, удовлетворяет вот эту потребность спасти своего родителя.